В 20 веке голубеводство находилось на своем пике. Тогда по всей стране то и дело выводили новые породы птиц. Барнаул не был исключением. Здесь появилось сразу два вида голубей. Один из них – алтайский шалевый. Шалевый как шаль у женщины накинутая. И окрас также хохолок, и накинутая шаль. Белые густые перья на ножках, на лапках. Белая лента в пласте. Вторая порода, получившая название с региональной отсылкой – барнаульский монах. Также славится своим оперением на ногах. Таким же окрасом шапочка на голове и хвост. То есть вот желтоголовый. Но по окрасам бывают три разновидности – желтый, черный и красный. И если в 60-е алтайские породы голубей были практически у каждого местного заводчика, а голубятни во множестве дворов, то сегодня в крае осталось не более 50 особей алтайских шалевых. Порода попросту находится на грани исчезновения. Причина этому – постоянное удорожание и сложность хобби. Приобретаешь на сезон все ветеринарные принадлежности. То есть голубей вакцинируешь, голубей пропаиваешь витаминами, микроэлементами. В каждой голубятни, у каждого голубиода есть небольшая минеральная подкорбка, которая состоит из распушки, из серы. Сейчас Никита разводит голубей и на работе в Алтайском краевом детском экоцентре, и дома. Несмотря на все трудности, на общероссийских выставках алтайская порода птиц всегда оказывается в центре внимания. Ее всегда видят во всех выставках, ярмарках. И всегда удается получить какое-нибудь место, получить какую-то награду. И всегда, ну, если выставка идет, то всегда приходим или первое, или второе место, или третье, все равно получаем. Для того, чтобы возродить некогда популярную сферу в былом масштабе, необходимо рассказывать о ней как можно больше, считает биолог. Ведь только так, мелкими шагами, получится спасти уникальных алтайских птиц. Артем Гусельников, Андрей Печеркин. День с толком.